Добрый день, уважаемые зрители канала Садовый мир. Наслаждаемся теплом. Первый солнечный, теплый день, когда мы наконец-то сняли куртки, одели майки и разделили наши грядки, сняли тоннели, пленку и все наши растения расправились, подставили, посмотрите, каждый листик навстречу ласковому солнцу. Оно еще не палящее. Влажная земля отдает влагу, им комфортно и ветер не обжигает их холодом. Вот у меня сегодня пришло время ухода за бахчевыми. Я уже высадила и основной поток кабачков, патиссонов, тыквы тоже у меня борются за жизнь в холодной почве. Ну что делать, сейчас солнышко пригреет и ранние кабачки требуют подкормки. Что я сделала уже в эти холодные дни, чтобы облегчить себе труд именно в теплые. Я их уже обложила мульчей. Почва достаточно прогрета. Мульчу брала старую перепревшую солому. Для чего? Для того, чтобы корни прогревались под ней. Светлая солома отражает солнечные лучи, поэтому используем темный мульчирующий материал. Если еще раз посмотреть внутрь, у нас здесь, помните, мы закладывали с вами горячую мульчу, вот еще остаточки у меня здесь есть. Почва рассыпчатая, мягкая, в меру влажная. Посмотрите, очень много червей, им очень комфортно под соломкой. Растениям тоже комфортно. Вот сейчас будет тепло и им будет еще лучше. Они у меня уже активно, кабачочки начинают зацветать, выбрасывают цвет, а это значит, что пора, кроме наращивания массы, поддержать их, дать им органическую подкормку. Самая лучшая подкормка на начальном сроке вегетации, конечно же, натуральная, из навоза. Приготовить его легко. Берете навоз, заливаете водой, проходит какое-то время, настойка водная готова. Вы берете ковш, допустим, такого настоя на ведро воды и проводите удобряющий полив. Все пыжится. Каждый листик растения расправляется. Это ценный источник биологических активных веществ. Растение скажет вам спасибо, особенно в начале лета. Есть отличная альтернатива, ведь не у всех есть возможность привезти в мешках навоз или целую машину, как у меня подъезд, отлично есть место, где его хранить. Бывает так, что все против садовода. И хранить негде, и запах мешает. И, допустим, нет возможности его даже эту бочку поставить. Вот берете такое средство, продается в любом сетевом магазине. Я покупала, делала хозяйственные покупки и обнаружила. Отличный, кстати, вариант сейчас в новых условиях работы всех садовых магазинов. Где-то каких-то удобрений нет. Вот зашла я и купила. Конская сила от компании Биомастер. Это таблеточки. Из чего они произведены? Это сухой экстракт обычной вытяжки настоя, вот такого водного навоза. Он концентрированный. Готовится он очень просто. Вы берете одну таблетку, вот в упаковке их по 6 штучек. Вот видите, удобно перевозить. Никакого запаха. Это уже полностью обезвоженный продукт. То есть готовится самый настоящий настой. Он очищается. Вот в такой таблетке, уже когда мы ее растворяем на 1 литр теплой воды, вот где-то 30 градусов, 20-30 градусов, смотрите, отлично она разводится. Вот пока помешиваю, я вам сейчас расскажу, как этот препарат готовится. Берется конский навоз, чистый, его очищают. Раствор, когда мы растворим эту таблетку, он никогда не будет содержать яйца гельминтов, что может быть при использовании обычного навоза. Потому что животные, они же тоже болеют. И чтобы не занести гельминтов на участок, мы будем применять вот такой очищенный экстракт. Он насыщенный. То есть, видите, из 1 литра такого удобрения можно сделать 100 литров готовой подкормки. Вот в 1 литре мы таблеточку растворили. Добавляем потом на ведро воды. Размешиваем тщательно. Ведро воды 10 литров, стандартное, конечно же. И потом уже один ковш на ведро воды разбавляем, проводим подкормку. Видите, как он концентрированный получился. Кроме того, каждая таблетка содержит почвенный гриб споры, почвенный гриба триходермы, который положительно влияет на структуру почвы. Мы много рассказывали про него. Все биологически активные вещества в таком экстракте сохранены. Все биологически активные вещества растения получат всю самую вкусную составляющую этого натурального продукта. Даже моя бабушка, по всем ее воспоминаниям, она всегда говорила, что конский наус самый лучший. Я давно отказалась уже от куриного помета. Он зловонный, его неудобно хранить, он долго разлагается. Если покупать его не в хозяйстве личном, а в птицефабрике, вы знаете, что птицу там лечат. То есть антибиотик тоже в помете будет содержаться. Вот мы сейчас с вами переливаем раствор в ведро, тоже перемешиваем. Видите, растворился полностью без осадка. И у нас получился базовый рабочий раствор вот этого сухого экстракта, традиционного водного настоя конского навоза. Все. И вот уже можно такой рабочий раствор брать ковшиком, вот такой ковшик литровый, на 10 литров уже чистой воды. И подкармливать все наши растения. Берем литр готового рабочего раствора конской силы от компании Биомастер. Добавляем на 10 литров поливочной воды, размешиваем. Вот, посмотрите, совсем другая концентрация получилась. И она отлично подходит для подкормки наших овощных культур. Начинаем удобряющий полив. Близко к корню я не поливаю, вокруг не попадая на листики. Два-три ковшечка я вот этого раствора конской силы сейчас в качестве удобряющего полива дам каждому кабачку. Кроме того, что это будет полноценное питание на протяжении всего срока вегетации и плодоношения, это будет защита наших растений. Не забываем, что каждая таблеточка содержит еще споры почвенного гриба триходермы. Это большая польза и для самих растений, и для почвы. Кроме этого, производитель нам говорит, что урожайность наша повысится с применением такой подкормки на 15-30%. Очень на это надеюсь, потому что сезон раскачиваться тяжело. Видите, в это время, в прошлом году мы кабачки уже кушали, а сейчас они у нас, конечно, нас радуют, но плодоносить пока не торопятся. Я думаю, что эта натуральная подкормка нам очень поможет. Сейчас я пойду подкормлю таким же образом и новые посадки кабачков, тыкв и огурчиков. Всего доброго, щедрого урожая с конской силой, больших крупных плодов, а самое главное, бессовестно вкусных.